Здравствуйте, друзья! С вами Юлия Сапельняк, и сегодня мы разберём, как по-сербски сказать «общаться». Не так-то просто. Давайте посмотрим в словаре. «Общаться» – два слова нам дают «общити» и «дружитесе». Ну, хорошо, будем иметь это в виду. Начнём с глагола «дружитесе». «Дружитесе» – корень «друг», то есть товарищ, уже нас настраивает на общение. Это значит «общаться», «проводить вместе время», «приятельствовать», «быть вместе». Например, «дружимосе у заднее время» – мы общаемся в последнее время, то есть вместе проводим время, разговариваем. «Дружитесе с сваким комиси свиди» – я буду общаться с каждым, кто мне понравится. «Онце дружиоса новым другом», «он общался с новым товарищем». Можно даже и так, два однокоренных слова. Следующий глагол, который часто используется в значении «общаться» – это «причати». Вы его прекрасно знаете, означает «разговаривать». «Общаться» в смысле по какому-то поводу, такое однократное общение, обсуждение, разговор. Например, «иди, попричайся с трицем», «иди, пообщайся с дядей», то есть поговори с ним как-то однократно, обсуди что-то. «Дали стевечь притчали со сладжаном». Вы уже общались со сладжаной? Имеется в виду на какую-то тему. Следующий глагол, который нам пригодится – это «коммуницирати». Ну, «коммуникация», да, это «общение», «коммуникация», знаете, это слово. Это означает «общаться», «вступать в контакт», «передавать информацию». Например, «изузедное важно дарейдовно коммуницирашся клиентима». «Очень важно регулярно общаться с клиентами». То есть это не значит проводить с ними время, это значит доносить какие-то мысли вербально и невербально вступать в контакт. «На той начинь коммуницирамо со светом». Этим способом мы общаемся с миром. Или «Било нам я тэшкода коммуницирамо едни с другима без приводиотца». Нам было тяжело общаться без переводчика. В этом значении подчеркивается такой момент передачи информации, контакта между людьми, коммуникация. Ну, теперь вернёмся к нашему словарю. Что он нам говорит? Обштыти. Вот при этом слове, возможно, сербы выдадут вам такую улыбку, если вы скажете, что вы там с кем-то обштыли. Почему так? Потому что этот глагол в основном имеет такой сексуальный подтекст. Это означает больше половое общение, скажем так. Но давайте проверим, так ли это на самом деле. Обратимся к словарю матицы сербской. Что здесь написано? Здесь есть этот глагол в двух огласовках. Обштыти и обштыти. Это одно и то же, просто разное произношение. Что нам говорит словарь матицы сербской, уважаемые? Обштыти. О држава ти везе, одно се дружите се. То есть, видите, это синоним дружите се, поддерживать связь, отношения. И даже нам дает пример из литературы. Готово ни ти еде, ни ти спава, ни ти с ким говори, ни ти обчи. Почти ни ест, ни спит, ни с кем не говорит, ни общается. Пожалуйста. И еще один пример. Люди супродних табора ни су общтили между собом. Люди противоположных лагерей между собой не общались. Здесь никакого полового общения не подразумевается. Это просто общение, как в русском языке. Вот что нам говорит словарь матицы сербской. Ничего про дополнительные какие-то смыслы не указано. Словарь клайна, это более современный словарь, тоже не дает нам никакого дополнительного значения. То же самое. И матио держава ти везе коммунитират. И все, больше ничего. В словарях сленга тоже нет, нигде не зафиксировано, что у общстики есть значение полового общения. Ну почему так? Как же так? Ну и действительно, общстики изначально значит просто общаться. Но вы знаете, что некоторые слова развивают дополнительное значение. И это значение такое яркое, что оно потом начинает вытеснять другие значения. Ну в русском языке тоже есть много таких слов. Если вы вспомните, они изначально просто обычные слова. Но когда мы их говорим, то некоторые могут засмеяться, потому что это какой-то более сексуальный подтекст. Эти слова начинают иметь в русском языке. Примеры можете привести в комментариях, что вам пришло в голову, о чем я говорю. И общстики можно перевести как иметь сношение. В русском языке это двоякий смысл имеет, иметь сношение. Это может быть просто переписываться, вступать в контакт, либо же иметь половые сношения. Но вот в сербском это больше про половые сношения. Хотя это тоже не совсем так. И доказательства этому позже приведем. Если ты общстию санем, ты с ней сношался, как бы имел сношение, половые имеется в виду. То есть прежде всего об этом подумают, если вы используете этот глагол. Но, тем не менее, давайте приведем пример из литературы. Милорад Павич, известный писатель, который использовал это слово в его первоначальном значении. И, по сути, в единственном таком значении, судя по словарю. Например, здесь речь идет именно об обычном общении языковом. Не зная языков, они общались с помощью оружия. Вот в таком значении используется глагол у писателя. Но, когда вы общаетесь с сербами, конечно, вы должны понимать, что нужно использовать те три глагола, которые я вам указала. На эти глаголы не будет никаких улыбок и такой загадочной реакции. На этом наш урок завершен. И до встречи в следующем.